Уважаемые коллеги, добрый день! Мы с вами продолжаем вебинары в Директ Академии. Напоминаю, что Директ Академия – это вебинар каждый день. Это вебинар, на который вы можете прийти каждый день в 12 часов, кроме праздников и выходных. Как хорошо меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, если видите и слышите меня хорошо. Спасибо. Спасибо. Сегодня наш спикер Константин Леонтьев из компании Директ Медиа. И мы поговорим об авторском праве. Перед тем, как предоставить слово нашему сегодняшнему спикеру, я хотел бы сделать несколько объявлений. В самом начале нашего чата вы видите список полезных ссылок, которые я постоянно делаю перед нашими вебинарами. Первый из этих ссылок ведет на наш сайт, на сайт Директ Академии. А на этом сайте вы можете на главной его странице, вы можете зарегистрироваться на все мероприятия нашего учебного года, которые запланированы в нашем расписании. В нашем расписании уже более 160 вебинаров представлены на этот год. Будут еще, но на все, которые уже есть, вы можете зарегистрироваться. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал в Ютубе. И на этом канале в том числе будет расположена эта запись, думаю, что уже сегодня вечером. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе того, что происходит в Директ Академии. Третья ссылка ведет на страницу нашего сайта онлайн-курсы. И на этой странице вы можете познакомиться с предложением онлайн-курсов, с предложениями онлайн-обучения в Директ Академии. В частности, один из наших курсов, курс Натальи Логачевой, запускается уже 7 ноября. Ну и, наконец, последняя ссылка ведет на страницу, где вы сможете приобрести сертификат сразу же после окончания нашего сегодняшнего вебинара. А также по всем вебинарам, которые вы посетили за этот год. Я хотел бы также проанонсировать три следующих вебинара, которые состоятся у нас в ближайшее время. Вот эти вебинары. Завтра у нас состоится вебинар Дениса Ажигина. Универсальный комплекс для проектировщика САПР-платформа «Нанокат». Денис – технический директор компании «Нанокат». И вот вы сможете от первого лица узнать об этой интересной платформе. 2 числа, 2 ноября, послезавтра, в пятницу, Юрий Николаевич Белоножкин, наш постоянный ведущий рубрики «Электронное обучение», проведет вебинар под названием «Как задачу поставишь, так ее и решишь. Основы создания эффективной интерактивности». Ну и, наконец, уже после праздников, 6 числа, во вторник, 6 ноября, Юрий Майский проведет вебинар о речи для преподавателя «Хорошо говорим. Голос и речь как инструменты педагога». Вот такие мероприятия нас ждут в ближайшее время. А я свое вводное слово закончил и приглашаю нашего спикера Константина Леонтьева для проведения нашего сегодняшнего вебинара. Константин, прошу на связь. Приветствовать. Надеюсь, что меня слышно и не видно. Сегодня мне доверили вести такую сложную тему, которая юридически, можно сказать, не существует. Ну, это некоторый парадокс, конечно, но попытаюсь его раскрыть. То есть, если позволите, я немножко пойду по таким скучным юридическим вопросам. То есть, что, собственно, есть сейчас? Сейчас у нас есть некое правовое регулирование, которое распространяется, в том числе, на случай использования произведений в сети интернет, и другие случаи использования в информационных и телекоммуникационных сетях. И это правовое регулирование не выделяется, на самом деле, для интернета или для других каких-то средств связи, способов использования, средств массовой коммуникации. Оно отличается от базового, на самом деле, очень незначительно, за исключением нескольких моментов, которые были внесены под, скажем так, частично под давлением общественности, частично, чтобы пойти навстречу веяниям современности. И вот, если позволите, я пробегу для начала несколько презентаций, собственно, чтобы проиллюстрировать, в чем состоит проблема. Формально вопрос вообще о том, как регулировать использование в сети интернет, ставился достаточно давно, еще когда, собственно, название сети интернета было не такое публично известное, широко распространенное и всеми узнаваемое. Вот когда-то международная организация, подразделение ООН, специализированная организация Всемирная ВАИС, Всемирная организация по интеллектуальному собственности начала разработку новых договоров, это был еще 1994 год, и постепенно их принятие. Задачей договоров была модификация международной системы охраны прав и ее дополнение как раз для случаев новых видов использования. Дело в том, что в большинстве стран мира, скажем так, крупных, значимых, экономических, где авторское право развивалось постепенно, не было на самом деле необходимости оговаривать, что авторское право защищается в сфере новых технологий в сети интернет. Это скорее было важно для стран, где авторское право находилось в состоянии развития, потому что в большинстве таких стран крупных, как Великобритания, Франция, или Германия, или США, или Испания, или Италия, везде в законодательстве нет каких-либо исчерпывающих или не исчерпывающих перечней способов использования, которые подпадают. То есть все необходимое устанавливается традицией, судебной практикой, и в принципе, если есть использование произведения, то есть и необходимость его охране, и необходимость его признания, и необходимость в защите прав. И законодательство таких стран, где авторское право развивалось на протяжении столетий, без перерыва на какие-нибудь эксперименты, оно достаточно устойчивое, и оно не требовало оговорок о том, что вот еще авторское право защищается в интернете. Вот тем не менее, на международном уровне все-таки признали необходимым принять ряд... Так, а меня слышно, надеюсь, да? Павел Юрьевич, все нормально? Принять ряд договоров, в которых попытались... А, Константин, немножко нехорошо слышно. У вас тонкий канал. Я предлагаю вам отключить камеру, не отключая микрофон. А, хорошо. Вот, тогда речь будет слышна громко, а вместо вас, это наверху, вот, надо нажать на камеру, и она пропадет. Камера пропадет, останется только микрофон, потому что звук иногда пропадает. Так, сейчас, 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 где это, наверху? Нет, 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 наверху, в центре, в центре наверху, есть три кнопочки. Две из них сейчас красные у вас, одна зелененькая. Да, да, вот так вот. Ну, так даже лучше. Значит, на самом деле, использование в цифровой сети, в любой, хоть мобильной связи, хоть сети интернет, хоть локальных цифровых сетях, сводится к простейшим, с точки зрения, скажем так, описанных в законе операциям. Это, во-первых, чтобы объект стал доступен, его надо загрузить, разместить в сети, то есть воспроизвести в цифровой форме. На следующем этапе надо предоставить доступ к такому объекту, авторского права или смежных, прав исполнения, фонограммам или произведениям, удаленный доступ, дистанционный доступ. И последний этап, это либо скачивание, либо просмотр, либо загрузка, по-разному это может называться, на конечном устройстве пользователя. С точки зрения существующих в законодательстве особенностей, это все сводится просто к воспроизведению, поступлению информации потребителя и воспроизведению уже на компьютере пользователя. То есть начальное воспроизведение, загрузка, она не дает представлений о масштабе последующего использования, хотя создает возможность. Без этого первичного предоставления доступа к произведению нет использования. Следующий этап назвали доведение до всеобщего сведения. К сожалению, когда в 1994 году разрабатывались международные договоры, не знали, какой термин использовать для обозначения ситуации, когда произведение становится доступным в интерактивном режиме в сети интернет. И придумали такое длинное-длинное описание, совершенно не имеющее ничего общего с реальностью, как всегда в юриспруденции. Это доведение произведения до всеобщего сведения таким образом, что оно становится доступным из любого места и в любое время по требованию представителей публики. То есть пытались передать гипотетически интерактивный режим. Сейчас я вернусь, извините, на секундочку. Пытались передать интерактивный режим, и это доведение, в принципе, охватило случаи, используя в интернете. Но, правда, до сих пор ведутся споры, охватывает ли оно только интерактивный режим, или охватывает оно также случаи онлайн-вещания, например, когда идет доступ в потоковом режиме, и у пользователя нет возможности использования интерактивного какого-то произведения. Но в любом случае, то, что у нас есть, то и есть. Это стал один из видов сообщения для всеобщего сведения, наряду с передачей по кабелю, передачей в эфиры, трансляции. Не буду на этом скучном задерживаться, на этих скучных терминах. Это понятие доведения для всеобщего сведения вошло в гражданский кодекс. Впоследствии, а впервые оно появилось в законодательстве, у нас сейчас тоже звук пропадает. Я попытаюсь тогда медленнее говорить. Понятие впервые появилось у нас в законодательстве в 2006 году, и до настоящего времени оно уже стало привычным. Соответственно, из международных договоров перекочевало во внутренние наши законодательные акты, и в себе содержит как некие интерактивные коммуникации. Конечно, само понятие очень абстрактное, потому что ясно, что даже интернет не может рассматриваться как обеспечивающий доступ из любого места, и не в любое время все-таки можно получить этот доступ. Но вот такая условность, она как бы остается за скобками, потому что это из разряда, как старая индийская притча, где молодой человек у пожилого учителя мудрости спрашивал, на чем стоит земля. И он ему отвечал, на слонах, а слоны, на китах, а киты, на черепахи. А вот дальше, когда он ему надоел, он ему сказал, дальше только одни черепахи. Поэтому ввели термин и на этом успокоились. Дальше пошла уже такая трактовка, что писать в договорах. Проблема в том, что та терминология, которая используется в законодательстве, не имеет на самом деле ничего общего с терминами, которые используются на практике. То есть, если мы говорим, например, показ фильма в кинотеатре, с точки зрения закона, это публичное исполнение аудиовизуального произведения. Точно так же, если мы говорим, доведение произведения до всеобщего сведения, то с точки зрения практики, это может быть и онлайн использование путем просмотра, прочтения, прослушивания произведения. Это может быть и загрузки конечным пользователям, это могут быть различные варианты вещания в сети. То есть, способов использования много, а средств их описания в законе фактически нет. Поэтому обычно нормальный договор включает и описание способа использования, скажем так, с бытовой точки зрения. То есть, что имеется в виду? Простейший вариант, например, постановка и показ, демонстрация спектакля, представление драматического произведения. А с точки зрения закона пытаются найти перечни действий, которые при этом будут совершаться. Воспроизведения, сообщения для всеобщего сведения, доведения для всеобщего сведения. Я понимаю, что это немножко скучно. И вот дальше мы дошли, собственно, до тематики текущей лекции. До так называемых открытых лицензий. Но вот прежде чем перейти к ним, я хотел опять вас отвлечь на другую немножко презентацию. Это вопрос вообще связанный с лицензированием авторских прав. То есть, почему, собственно, возник вопрос о введении открытых лицензий. Дело в том, что всегда законодательство об авторском праве развивалось на основании одного простого тезиса. Что использование должно осуществляться с согласия правообладателя. Вот что считать использованием, кого считать правообладателем, собственно, этому и посвящено законодательству. Но базовый подход, что если мы признаем, что есть правообладатель, то значит использование произведения должно осуществляться с его согласиями. В разных странах разная система договоров опосредует такое согласие, но базовый подход, что правообладатель дает согласие, путем заключения договора. В Российской Федерации, когда все слили в одной и четвертой части гражданского кодекса, придумали договор об отчуждении исключительного права, когда права полностью передаются. Это аналог продажи права собственности на квартиру. Предыдущий правообладатель в этом случае не имеет никакого отношения к последующим пользователям, использованию, он полностью лишается титула собственника и становится просто кем-то бывшим. А второй вариант это лицензионные договоры. Лицензия частно-правовая в данном случае имеется в виду от слова «разрешение». То есть правообладатель разрешает пользователю использовать произведение в теми способами, в тех пределах, на тех условиях, которые описаны в таких договорах. Соответственно, есть деление на исключительную лицензию и неисключительную лицензию. Простую или неисключительную. При исключительной имеется в виду, что только этот пользователь будет осуществлять соответствующее использование. При неисключительной использование разрешается всем пользователям. Может быть разрешено любому количеству пользователей по усмотрению правообладателей. Если брать грубую аналогию с квартирой, то исключительная лицензия – это значит, что вы вашу квартиру предоставляете в пользование какой-то одной семьи и обещаете им, что никто другой туда не подселится. А не исключительная лицензия – это значит, что вы предоставляете одному человеку, потом можете предоставить другому, третьему, десятому. Я, насколько помню, где-то под Иркутском был домик, где было зарегистрировано 80 тысяч человек. Так что вопрос не исключительной лицензии, он фактически не ограничен, страшного ничего в неисключительной нет. И на самом деле в большинстве жизненных ситуаций нужна именно не исключительная лицензия, но обычно по психологии люди хотят получить все исключительное. Например, мы знаем, что если у вас, я надеюсь, у всех у нас стоит на компьютерах лицензионное программное обеспечение, то мы на использовании такого обеспечения имеем в принципе не исключительную лицензию, потому что зачем нам исключительная, если у других не будет возможности использовать те же самые ресурсы. Соответственно, Гражданский кодекс закрепил систему договоров и закрепил основные требования к этим договорам. И вот одно из основных требований, которое очень затрудняет, конечно, жизнь в сети всем, без исключения, это необходимость заключения договора в письменной форме. Но вы знаете, формально, до сих пор звук прерывается, да, формально заключение договора в письменной форме, это такая дань традиции, но это и некая дисциплинирующая мера, потому что когда люди обмениваются просто какими-то репликами, каждый из них понимает обычно эту реплику по-своему. Есть замечательное выражение, что устный договор не стоит даже той бумаги, на которую он заключивал. Поэтому это позволяло на протяжении столетий систематизировать каким-то образом мысли, обеспечить изложение, кто на что имеет право и обеспечить, скажем, некий стандарт отношений в обществе, стандарт использования, стандарты какие-то написания. Ну вот пришло новое время, и понятно, что в сети интернет заключать договоры с учетом именно массовости и малых объемов средств, приходящихся на каждый отдельный объект, не очень рентабельно. Договор об отчуждении достаточно простой, он предусматривает только, что право передается полностью, и для сети интернет это не очень актуально. Мы перейдем, если позволите, сразу к лицензионному договору. По лицензионному договору требуется, чтобы как минимум был указан способ использования, то есть о чем идет речь, и было указано вознаграждение. Ну, скучное определение я предлагаю пропустить, простая, исключить, не исключить лицензия. Значит, дальше, так это тоже оговорки, форм лицензионного договора письменная, всегда кроме двух исключений. В устной форме может заключаться лицензионный договор об использовании в периодическом печатном издании, это осталась такая традиция, потому что печатные издания выходили часто, и за годы борьбы сумели пробить требования о том, что договор об использовании произведений в таких изданиях может заключаться устно. А второе, это в форме так называемой оберточной лицензии, или с 1 октября в расширенном варианте, может заключаться договор о предоставлении права использования программы ЭВМ или базы данных. Имеется в виду, что условия будут изложены на программе ЭВМ или на базе данных. С 2014 года было расширено действие данного правила, и теперь не только на упаковке, а разным образом могут сообщаться условия использования. И с начала использования будет подтверждать согласие с изложенными условиями. Но это достаточно традиционно, именно для использования программы ЭВМ и базы данных. А вот дальше, собственно, сложности связаны еще с тем, что лицензионный договор требует определения многих параметров. Ну, например, это не связано непосредственно с гражданским правом, это, к сожалению, у нас почти все частично связано, и гражданское правовое регулирование, и все связано с налоговым регулированием. Дело в том, что достаточно часто правообладатели и пользователи в договорах заключали договоры и не писали в них суммы. Что лишало налоговую инспекцию возможности определить, собственно, а за сколько было продано, за сколько было передано право, сколько должны заплатить отчисления, сколько должны заплатить налогов на доходы физических лиц. В принципе, если считать при базовых способах расчета и выплаты вознаграждения, на каждые 100 рублей, выплаченные автору, государству надо отдать 50 рублей. Это немножко удивительно звучит, но это так на самом деле и законно вы можете сэкономить только в районе 5%, если у вас будет не автор, например, а наследники, там можно сэкономить еще на пенсионных отчислениях. Но в целом, если автор не является специальным субъектом, например, индивидуальным предпринимателем, хотя это тоже спорно, то на каждое выплаченное автору или иному правообладателю, физическому лицу, 100 рублей 50 надо отдать государству. Значит, понятно, что люди старались экономить, как только могут, с учетом тем более падения размеров каких-либо выплат, и указывали поменьше вознаграждений. В итоге в гражданский кодекс каким-то образом, хотя гражданское право не должно вообще-то заботиться сильно о соблюдении налоговых каких-то вещей, в гражданский кодекс проникла такая концепция, что в лицензионном договоре обязательно должен быть решен вопрос о вознаграждении. Он может быть решен либо отрицательным образом, то есть договор может быть назван безвозмездным, но тогда это прямо должно быть указано в договоре. Не обязательно слово «безвозмездное», можно без выплаты вознаграждения, можно любой иной синонимичный термин использовать. Либо в договоре обязательно должен быть определен размер вознаграждения или порядок его определения. Если ни тот, ни другой вопрос не решен, то лицензионный договор считается незаключенным. Это ужасное правило, потому что если договор не заключен, то, соответственно, и правообладатель не может требовать выплат, как ни странно. Он может только искать, где же были нарушения, и после этого пытаться преследовать. То есть это и для пользователя плохо, и для правообладателя. В любом случае это как бы проблема. Дальше основное, что должно быть указано в лицензионном договоре, это предмет договора. Да, презентацию, я надеюсь, можно будет скачать. Пришел вопрос, и я все оставлю. Это предмет договора. Сейчас, извините, пролиснулась дальше. И способы использования произведения. Если не определен предмет договора, то есть произведение, которое предоставляется для использования, или не определены способы использования произведения, то договор будет также незаключенным, потому что не решены самые базовые возможности. Самый базовый вопрос, о чем идет речь. Но это все равно, что в договоре аренды достаточно частая ошибка, забывают указать, что сдается в аренду, что это за помещение, по какому адресу, какой кусочек общего помещения, то есть ни схемы не приложат. И вот то же самое будет с лицензированием. В договоре должна быть определена территория использования, должен быть определен срок использования, но это требования восполнимые. Потому что если территория не определена, то считается территорией Российской Федерации. Если срок не определен, то считается, что на 5 лет. Вот очень странно получается, что если договор заключен, включает, например, условия об использовании в интернете, а территория использования указывается в нем как территория Российской Федерации. Получается, что территория за пределами, вернее не указывается в нем вообще территория, и получается, что действует только в пределах Российской Федерации. Как это использовать в интернете в этом случае, достаточно проблематично. Дальше. Требуется оговорить исключительную или не исключительную лицензию. Но базовое положение, если иное не оговорено, то считается не исключительной. Можно определить в договоре, допускается ли сублицензирование, то есть дальнейшая передача прав на использование. И по общему правилу для дальнейшей передачи прав требуется согласие правообладателя. Это достаточно серьезное ограничение, потому что современные способы использования подразумевают, что в этой цепочке пользователей участвуют разные лица, их много, они в разных обличьях выступают. То есть условно одни готовят контент, другие его предоставляют, третьи куда-то включают, чего-то используют. И при сложных вариантах получается достаточно такая разветвленная система. И если раньше, когда авторское право было отделено от остального и регулировалось закон о воровском праве до 2008 года, признавалась возможность, что можно просто раздробить авторское право как вам удобно, передать его по кусочкам любым желающим, то есть, сейчас получается, что допускаются только сублицензионные договоры. И в этом случае и лицензирование подразумевает, что выстраивается такая длинная-длинная щупальца. Если в этой щупальце одно из звеньев выпадает, то вся щупальца дальнейшая вымирает, потому что сублицензионный договор не может действовать, если прекратился какой-то предшествующий ему лицензионный договор. И суб-суб-суб лицензионные договоры выстраиваются в достаточно сложную схему. Не буду на это отвлекать ваше внимание. Собственно, вот основные условия, которые должны быть оговорены при предоставлении лицензии, при заключении лицензионного договора. Есть дополнительные условия, связанные с издастским лицензионным договором, с отсрочками, с возможностью для договора авторского заказа дополнительный льготный срок иметь, возможность отказаться от договора. Это уже такие, скажем, технические вопросы. Отдельные положения о переходе прав на договоры, созданные по заказу, на договоры, созданные в процессе исполнения других договоров, договоры, созданные в рамках госконтракта. То есть произведения, созданные в рамках госконтракта, это регулирование достаточно разветвленное. И вот, собственно, наконец-то дошли мы до темы текущей лекции. Прошу прощения за такое длинное введение. К вопросу открытой лицензии на использование произведения. Дело в том, что нам всем понятно, обеспечить такой строгий юридический подход было бы возможно в позапрошлом веке. Когда, например, издательство выпускало 10 книг в год, 30 книг в год, и на этом жило. И для издательства, выпускающего литературу, работающего с авторами типа Антуана де Сент-Гзюпери, который раз в 20 лет что-нибудь, может быть, напишет великое, заключение лицензионного договора, заключение или аналогов такого договора, не представляло больших сложностей. То есть это делалось один раз на долгие годы, уже были какие-то типовые подходы. Мало того, авторы обычно, если они известны, они уже были представлены через агентов, все друг друга знали. Есть историческое исследование Натана Едельмана, что в Российской империи времен Пушкина все друг друга знали, из тех, кто был хоть как-то заметен. Потому что, собственно, это были представители 200 семей базовых, если по родственным связям считать. И вот, если брать позапрошлый век, то, конечно, система договоров, она была достаточно удобно разработана. Затем возникли такие сферы массового использования, как телевидение, радио. Постепенно переходили к удешевлению вариантов лицензирования для публичного исполнения. И для них возникла отдельная система коллективного управления правами. Но система коллективного управления правами, так называемых авторских обществ, она хорошо действует, когда у вас унифицированные произведения, например, песни, используемые на радио. И тогда можно между ними распределять, между всеми их правообладателями распределять вознаграждения, просто исходя из частоты использования. То есть есть процент какой-то от дохода, который собирают, например, 2% от дохода от рекламы, и делят между всеми авторами, обобщают, этим, например, занимается Российское авторское общество. Получается так называемый принцип приблизительной справедливости или примерной справедливости. Но вознаграждение распределяется, лицензии предоставляются, репертуары накапливаются за десятилетия. Вот с интернетом так не получается, потому что в интернете получаются разнородные произведения, их много, часть неучтенная, часть актуальная. Но понятно, что, например, фильм, который только что вышел, его желание правообладателя продать его немедленно и загрузить в интернет, стремится к нулю, а фильм, который, может быть, уже достаточно давно обращается, будет спокойно представлен на многих ресурсах. Поэтому вот эти временные лаги, объекты разные диктуют совершенно различные дифференцированные условия использования. И в то же время сложились, например, такие ресурсы, как Википедия, представители которых достаточно активно и разумно логировали законодательство, которое позволило бы в какой-то мере легализовать то, что они делают, то есть то, что они представляют, когда один автор, обычно ноу-нейм, как Википедия положено, пишет какой-то материал, какую-то статью, другой автор дополняет, третий туда что-то включает, а в итоге получается здоровое дитя здорового коллектива. Но как там, например, у братьев Стругацких был какой-то герой Константин, который прилетел с планеты, где у него было 96 этих родителей. Ну так вот у них такой способ был размножения. Поэтому вопросы, варианты организации как бы были разные, и под текущую систему организации попытались придумать вариант законодательного решения. Вот, конечно, могут быть разные точки зрения, и на самом деле, как в одном английском афоризме 19 века было, у каждой вещи есть две ручки, за одну следует держаться, за другую нет. Поэтому введение вот этой открытой лицензии, оно имеет и плюсы, и минусы. Что-то удалось решить, что-то нет. Давайте посмотрим. Значит, лицензия, это у нас открытая лицензия, это некий лицензионный договор, по которому предоставляется право или согласие на использование, но предоставляется в упрощенном порядке. Предполагается, что автор или иной правообладатель, который считает себя правообладателем и является правообладателем, он каким-то образом распределяет, размещает, предоставляет пользователям, будущим условия использования произведения. Ну, если брать самый простой подход, то он где-то в интернете размещает сведения о том, что вот мое произведение может быть использовано на каких-то условиях. Хотел обратить только ваше внимание, что понятие открытой лицензии вовсе не подразумевает, что она бесплатная, безвозмездная, или что она не может быть исключительной. Поэтому вопросов и вариантов очень много. И дальше идея была достаточно гуманная облегчить жизнь таким ресурсом, как Википедия или каком-то обменом информации, чтобы они могли легально осуществлять деятельность с согласием всех правообладателей, но без выражения этого согласия в стандартной письменной форме. Дело в том, что, конечно, в сети интернет и в любой цифровой среде есть возможность использовать электронные подписи. Ну, я думаю, что все, кто с этим сталкивался, понимают, что эта возможность еще в зачаточном состоянии, она достаточно хаотичная. Каждый придумывает, кто во что гораст, при этом все подчиняется жесткому регулированию, но как все подчиняющееся жесткому регулированию, оно становится достаточно быстро неудобным и нерегулируемым. В качестве примера мы можем сейчас открыть свои паспорта и увидеть, что там, во-первых, вопреки всем требованиям ГОСТа, прописными буквами указан орган, который нам этот паспорт выдан. Причем почти у всех, я уверен, он будет разный. Не только территориально, а и по именоварным. У кого-то будет отдел, у кого-то отделение УФМС России, у кого-то уже МВД, у кого-то еще МВД, у кого-то будет город, у кого-то поселок, у кого-то по Москва, по ВАУ, у кого-то по ЦАУ, у кого-то по ЗАУ и прочие непереводимые сочетания. Поэтому жестко регулирование, например, электронной подписи привело к тому, что в принципе и необходимость, на самом деле, чтобы кто-то удостоверял, что действительно это лицо обладает этой подписью, привело к тому, что на практике она применяется в специфических достаточно сферах. Например, отдельные виды на госзаркубках, отдельные виды, если вы хотите заниматься таким увлекательным делом, как переписка с налоговой инспекцией, отдельные совершенно для переписки с Роспатентом, с Федеральной службой интеллектуальной собственности, и отдельная у вас корпоративная будет для банковской переписки, отдельная, если вы руководитель какой-нибудь структуры, поэтому это не для всех, это срочность, это специфическое использование и невозможность сделать что-то вечное. Значит, сама идея открытой лицензии пришла к нам из англо-саксонского права, условно так называется, из англо-американского, из права, из их системы развития. Дело в том, что их подход не очень применим к российскому или европейскому законодательству, если под европейским, например, понимать немецкое или шейцарское, такое традиционное законодательство. Дело в том, что разные принципы, разные системы отношений. В США, например, недостаточно очень развита система fair use, clean hands, чистые руки, добросовестное использование и прочие варианты. То есть у них не требуется, например, письменная форма договора, всегда не потому, что она не требуется законом, а потому что любой недостаток может быть восполнен какими-то дополнительными факторами. То есть условно будет рассматриваться вопрос о том, действовал ли пользователь добросовестно или нет. То есть как будет обстоять ситуация, если, например, вы встретили в сети интернет какую-то запись, что вот это произведение можно использовать безвозмездно. Значит, с точки зрения российского законодательства, вы должны удостоверить, каким-то образом быть уверены в том, что эту запись разместил правообладатель, что он находится в здравом уме, что он имеет на это право, потому что может быть, например, ситуация, когда обладатель исключительного права разместил такую запись, но перед этим передал исключительную лицензию какой-нибудь организации. И тогда организация, обладающая исключительной лицензией, имеет право требовать, применять все предусмотренные законодательства мира, в том числе требования о выплате компенсации за нарушение исключительных прав, с любого пользователя, который, ссылаясь на какую-то запись, которая где-то находится, решил, что он может использовать безвозмездно. Значит, что касается ситуации, если мы берем это на примере, например, на примере законодательства большинства штатов США, или, вернее, в такой сложившейся судебной практике, будет рассматриваться не только ситуация, как это в законе описано, а будет рассматриваться добросовестность, поведение самого пользователя, разумность его. То есть, насколько этот ресурс, на котором он увидел такую запись, заслуживает доверия. Попытался ли он связаться, например, с правообладателем, если у него были сомнения. Были ли основания для доверия или, наоборот, для сомнений у него, как у разумного существа. Дальше, когда он использовал, например, понимал ли он, что это входит в объем использования, который предоставлен, ну и так далее. Принял ли он сразу меры для прекращения использования, как только узнал, что оно незаконно. На самом деле, нам кажется, что это более гуманный вариант. На самом деле, он иногда может выглядеть более жестоким. Ну, например, если у нас какое-либо лицо скачает из сети какой-нибудь музыкальный клип или 21 музыкальный клип, то, в принципе, все скажут, что это воспроизведение в личных целях, если это физическое лицо. И вряд ли такое лицо станет субъектом серьезной ответственности. То есть, как максимум, от него можно потребовать прекратить использование, но на практике обычно такие дела не встречаются. Если мы берем регулирование в США или в той же Франции, то там будет рассматриваться, насколько лицо вообще могло быть уверенным в том, что произведение размещено законом. И один из известных примеров, это, не помню, сколько лет было на начало процесса, женщине, афроамериканке, которая жила исключительно на пособии, четверо ее маленьких детей жили исключительно на пособии. И судья, американский добросовестный судья, присудил ей 2 миллиона выплату компенсации, 2 миллиона долларов, за то, что она скачала в личных целях 21 музыкальный трек. Ну, поскольку за каждое нарушение допускается у них до 150 тысяч долларов, вот он как-то посмотрел больше-меньше, выше-ниже, и решил, что ее правонарушение, связанное с тем, что она не размещала эти треки, она их только скачала, фонограмму. За 21 фонограмму она должна заплатить 2 миллиона. Ну, пугаться этого не нужно, потому что никто ее с детьми на улицу не выстегал, и постепенно ей прощают эти, да, вот их последнее, что я слышал, есть низели требования до 54 тысяч долларов, которые она тоже не будет платить, и талоны она будет получать. Но сам факт, обратите внимание, что она, как бы, исходя из того, что она предполагалась разумной, она должна была быть добросовестной, и, как считается, если она скачивала, с ресурсов, с которого она скачивала, у нее не было оснований считать, что там эти музыкальные фонограммы размещены законно. Поэтому вот такой подход, основанный на добросовестности, это как бы система о двух концах. Если вы когда-то заполняли сначала кажущиеся смешными декларации, это, конечно, на получение визы в США или Великобританию, то, может быть, вы видели, особенно в США, очень странные вопросы, не собираетесь ли вы свергать режим, не собираетесь ли вы заниматься нехорошей деятельностью. Просто это такие формальности юридические, что посадят не за то, что, собственно, попытались, а за то, что наврали при заполнении анкеты. У нас так нельзя, потому что люди творческие, но точно так же, как, например, доверить заполнению налоговой декларации, это не каждому возможно, потому что могут случайно подключить фантазию. И вообще, как бы более щадящий режим введен, режим такой покровительственный со стороны законодательства, государства, что, с одной стороны, надо соблюдать законодательство, с другой стороны, есть государство, которое внимательно следит, чтобы в процессе этого соблюдения, как-то чрезмерному давлению подвергались отдельными граждане, лицам, чтобы все было соразмерно. И, например, когда речь идет о взыскании компенсации, то один из вопросов, которым озабочен суд, а если суд не будет им озабочен, то и Уверховный суд об этом напомнит, что компенсация должна быть соразмерно причиненным убытком. То есть невозможно, например, у нас заскаченные фонограммы 22 миллиона долларов, просто потому что невозможно будет доказать, что это в какой-то хотя бы мере соразмерного убытка. То есть обычно компенсация сводится к тому, что она уменьшается, уменьшается в процессе суда, при этом берутся в расчет самые странные вещи. Это тоже нормально, это подход, скажем так, континентального права, когда речь в гражданском праве идет о том, чтобы только возместить причиненные убытки. То есть основная задача при нарушении это возместить, восстановить предыдущий уровень, но только в части причиняемых убытков. В англо-американском праве позже произошло вот это отделение уголовного, карательной составляющего, гражданско-правовой, и поэтому до некоторой степени у них тоже гражданское законодательство, гражданская судебная практика, например, исходит из необходимости обеспечить, как называется, общую и частную превенцию. То есть напугать нарушителя и всех остальных так, чтобы нарушали поменьше. Ну, надо признать, что до некоторой степени это им удается. Например, может быть, все помнят суды, когда фонографические ассоциации американские подавали сразу на 2-3 тысячи студентов в суд по поводу незаконного использования фонограмм. Это делалось не потому, что они хотели вот так вот зверским способом всех напугать, а потому что постепенно приучили, насколько я знаю, что примерно половина пользователей в США все-таки используют легальные ресурсы и средства скачивания, варианты доступа к произведению. Но это в разных областях по-разному, но в среднем примерно по исследованиям такой процент. Сколько используют у нас, как бы легальных, ну, в части тех же книг, фонограмм, сложно сказать. Предполагаю, что гораздо меньше, во всяком случае, книгоиздание находится, вернее, интернет в большом долгу перед книгоизданием. Значит, что касается введения вот этой открытой лицензии, получилось, что в российское законодательство введена система, которая не основана на каких-либо базовых исходных посылках и наработанной судебной практике. То есть предполагается, что эта лицензия, это договор присоединения, к которому все присоединятся, все поддержат то, что написал автор. Но выглядит это достаточно странно, потому что, ну, прежде всего, первое, надо будет удостовериться, что, собственно, эту открытую лицензию предоставил сам правообладатель. Понимаете, даже обладая всеми познаниями, существующими в мире, на сто процентов удостовериться, что кто-то является правообладателем, невозможно, потому что изначально в авторском праве автор является автором только потому, что он считает себя автором. Это достаточно распространенные ситуации и процессы, когда люди, считавшие себя авторами, потом оказывались не авторами. Например, в рамках судебного рассмотрения. Ну, одно из знаменитых дел, которое продолжалось почти 20 лет, это композиторы и всеми выясняли, насколько я помню, кто же является автором музыки песни «Синий платочек», исполняемой Клавдией Ивановной Шульженко. Вот только через долгий-долгий срок, мучения, причем, что оба были уверены, что написали они, нашли какую-то пластинку, где та же мелодия была записана еще в 19 веке, в конце или в начале 20-го. То есть, видимо, оба композитора в раннем детстве услышали, запомнили, а потом их произвели, думая, что это их. Это не значит, что что-то там в этом есть позорное, потому что, вы знаете, даже там какие-нибудь знаменитые люди, типа Харрисона из «Битлз» в Германии, например, был суд, где было признано, что он совершил плагиат, но он был уверен, что он сам написал музыку там одной из песен. Это сливается, это иногда случается не по воле автора, иногда что-то используется случайно, иногда теряется. Ну, например, как сейчас оказались в наше время, вернее, с 20 века, плагиатрами почти все известные российские авторы 19 века по достаточно курьезной причине. Дело в том, что, если мы возьмем, например, стихотворение Пушкина, как гений чистой красоты, у Пушкина эта строчка в издании в 19 веке была выделена курсивом, потому что тогда так выделяли цитаты. Такая стихотворение Жуковского. И никому бы в голову не пришло, что Пушкин ее себе приписывает. Или, например, народ безмолвствует. Окончание Бориса Гзунова – это цитата из 3 и 6 томов «Карамзина. История государства российского». Значит, тоже было выделено курсивом, потом в целях упрощения вошло вести обычным шрифтом, и получилось, что нарушаются условия цитирования. Значит, соответственно, кто правообладатель и что он разрешил, остается всегда под вопросом. А пользователь, между тем, будет нести ответственность, если он поверил. И при этом суд не может рассматривать для всех случаев, насколько это было введение в заглуштение, насколько добросовестное было поведение стороны пользователя. Дело в том, что если пользователь физическое лицо, то получается, что он несет ответственность только за вину. И вроде как он может верить чуть ли не всему, чему угодно. Если по российскому законодательству, если пользователь юридическое лицо, то дальше вопрос, какой у него статус. Если это коммерческое лицо, или, например, это ИП, то он может быть обвинен, и с него может быть изысканно применены меры ответственности, независимо от вины. Потому что есть гражданский кодекс, статья 400. Первая, если ее кратко формулировать, то она говорит о том, что все субъекты гражданского права отвечают за вину, а предприниматели еще и за случай. И получается, что пользователь, вы понимаете, что многие ИП, например, которых сейчас 3 миллиона, это не что иное, как на самом деле просто рабочие, кустари, которые просто вместо зарплаты и социальных гарантий в силу определенных условий работают на свой страх и риск. Поэтому ситуация получается такая нервная, кто разрешил, неизвестно. Дальше где разрешили, где разместили, тоже неизвестно. Потому что это неопределенное законодательство создает на самом деле неограниченные просторы для того, чтобы для совершения любых мошеннических действий и при этом беззащитными оказываются именно те, кто соблюдает законодательство. Потому что если у вас кто-то захочет доказать, что было, он разместит сам же условно где угодно разрешение и сам же будет использовать. И потом доказать, что это не так будет достаточно сложно. На практике это, правда, не так уж часто используется. Дальше, что именно разрешено? Тоже вопрос. Дело в том, что как эта запись появилась, так она и может исчезнуть. Или она может быть модифицирована. И получается, что любое использующее лицо должно постоянно находиться в контакте с этой записью, контролировать, что же разрешено, что не разрешено, отслеживать. Дальше, собственно, идет вопрос о соблюдении требований законодательства. То есть получается, что формально в открытой лицензии должно быть определено, ну, как минимум, само произведение, разрешенные способы использования и варианты и вопрос о вознаграждении. Понятно, что подразумевается в большинстве случаев, когда слышим об открытой лицензии, что кто-то разрешит бесплатно, но на практике это не так, или это должно быть указано. А дальше начинается столкновение между, опять же, скучной юридической какой-то и практической деятельностью и фантазиями, которыми обрастают любые новые красивые термины. В древнем, насколько я помню, в древней Японии надо было 70 тысяч раз в день произносить имя богини, и тогда был шанс, что можно попасть после смерти в рай. Вот поэтому, когда появились вот эти common license, открытые лицензии, это так увлекло людей, что родилась целая, можно сказать, субкультура по толкованию, по сравнению каких-то вариантов, по тому, как это в соответствии с одним законодательством, в соответствии с другим законодательством. Это все очень интересно, но это имеет очень странное и малое отношение к практике, потому что вот что действительно хорошо в открытой лицензии, что формально, несмотря на все издержки, формально существует вариант, когда пользователь и правообладатель согласны с тем, что произведение может быть использовано, вернее, правообладатель хочет использовать, пользователь разрешает использовать, пользователь согласен, и получается, что формально их отношения легализованы, несмотря на отсутствие письменного соглашения между ними. То есть если они обе стороны добросовестны, если обе стороны не возражают, и действительно все идет хорошо, то хотя бы эта ситуация разрешена нет безвыходности такой что что все на самом деле незаконно в качестве примера можно привести из другой немножко области если вы займетесь делом у наследования в новой москве особенный в частном домостроении то выяснится что нотариус должен открыть дело в москве сейчас может открыть любой нотариус по едином органе но один из документов которые надо представить это домовая книга домовую книгу может получить и завести только собственник она к нам пришла вообще из 18 века это подушная подать и когда еще были внести запись в эту домовую книгу тоже может собственника вот представьте если собственник это наследодатель который умер домовой книги нет ну кто особо торпой жизни заботился о том чтобы лишний раз бегать в и нс и регистрировать какие-то листочки домовой книги нет записи нет получается что выдать ее могут только собственнику а новый собственник не может стать собственником например жена или дети пока он не заведет домовую книгу ну конечно ситуация решается путем там множество запросов но формально юридически она тупиковая потому что у старой собственника не не было книги и он мог открыть но умер а у нового собственника получается никогда не будет собственности титула собственника потому что он не может открыть книгу которую не откроют потому что он еще не собственник вот примерно тоже было бы если все время требовали только письменную форму получалось что ситуация когда люди согласны не может быть легализовано поэтому с точки зрения некой вот такой легальности открытая лицензия конечно создала предпосылки что вот можно ткнуть пальцем сказать что мы работаем вот на этих условиях но с другой стороны есть второй вопрос что а зачем вообще нужно легализовать отношения если люди не возражают против каких-то действий для в том что это все частно правовые отношения это все вопросы как бы правообладатели и требует чего-то может только правообладатель поэтому стоило вводить целые сложные нормы только ради того чтобы сказать что это может быть законно она и так законно по умолчанию пока правообладатель не требует чего-либо значит на практике вот открытая лицензия самое известное место где она применяется это видимо википедия и одну из таких более-менее известных это например сайт администрации президента кремлинру написать президента там правда написано не открытая свободная и все можно использовать все можно копировать и формально на сайтах государственных органов достаточно часто встречаются упоминания то открыто это свободное то куман лайсенс то есть какой какая-то практическая востребованность и никакого отношения при этом к строгим формам которые предусмотрены законодательством обычно не соблюдается никакое отношение обычное просто делается некое указание отсылка что можно использовать что разрешено и поэтому вот эти законодательные положения о свободной лицензии они достаточно абстрактные они предназначены для случаев когда вдруг стороны захотят урегулировать для этой лицензии сделаны дополнительные оговорки а я вижу что время заканчивается до что она безвозмездная что срок все равно на пять лет что вере на весь срок действия авторского права за исключением и так для программы для вывода данных на весь срок в отношении остальных на пять лет делается специальная оговорка в той же статье 1286 при о том что правообладатель может устанавливать сложные дальнейшие правоотношения то есть предоставлять под условием что потом тот кто доработает например его программу предоставить другим лицам тоже бесплатно или тоже на каких-то определенных условиях и в принципе это очень интересный вариант но он требует бдительности со стороны правообладателей и пользователей и на нем невозможно выстраивать на самом деле долгосрочные скажем так бизнес проекты или какие-то отношения потому что при всем уважении ко ко всем участникам процесса в любой момент могут возникнуть сложности и если у вас как проект связан с использованием множества мелких элементов например электронная библиотека ну да вы можете просто удалить в некоторых случаях заплатить в некоторых случаях урегулировать а если у вас проект предполагает разработку например сложного программного обеспечения создания аудио визуального произведения большие вложения средств то понятно что на условиях вот этой открытой лицензии что-то сделать фактически невозможно и одна из проблем что открытой лицензии к сожалению я понимаю что это звучит нехорошо и еретически способствует развитию дальнейшему бесплатного использования я не хочу вызывать возмущение что бесплатно это плохо но просто дело в том что мы живем в очень странные сложные эпоху раньше авторское право финансировать за счет финансировать долгие годы столетиями за счет не авторской права вообще жизнь автора и жизнь всех кто был связан с индустрией за счет так называемой системы меценатства был ли это государство был ли это сам господин меценат это был не так важно важно что эта система была она позволяла создавать какие-то шедевры когда перешли к рыночным отношениям авторское право того же финансируется на рыночных условиях интернет получается разрушил систему во многих областях разрушил рыночную систему понятно что все переходный период а с другой стороны системы меценатства она так и не открылась не появилась и не вернулась поэтому настоящий момент если брать отдельные отрасли они конечно в очень тяжелом состоянии и варианты финансирования варианты какого-то продолжения возобновления появления нового контента они пока на горизонте не очень проявляются то есть это пройдут годы прежде чем удастся наводить какое-то понимание где кто и за что платят это не значит что каждое физическое лицо например должно платить на что-то это значит что когда мы бесплатно слушаем радио за это платят на самом деле рекламодатели когда мы в интернете не дай бог не мы не на какие-то нехорошие люди бесплатно смотрят фильмы они все равно слушают рекламу но при этом еще и нарушают авторские права вот пока эта система выстроиться и устроиться и наладится возможно что открытая система открытая лицензия постепенно будет вытеснена в сферу скажем так благотворительности сферу неких начальных проектов потому что на ее основе создать работающий бизнес проект к сожалению почти невозможно но я понимаю что есть такие замечательные ресурсы как википедия и это очень хороший ресурс но представьте сколько издательств умерла ради того чтобы она была спасибо за внимание я так понимаю что время подошло к концу может быть будут какие-то вопросы презентации я оставлю я думаю что их можно скачать это в рамках в основном преподавание в гаисе российской социальной академии интеллектуальной собственности мы готовим и пожалуйста все что угодно раздавил спасибо большое спасибо так я тогда останавливаю вещание уважаемые коллеги я благодарю константина за сегодняшнюю освещение проблемы достаточно подробное вас благодарю за то что вы несмотря на помехи в связи которые существовали остались с нами до конца и прослушали все это интересно весь этот интересный вебинар напоминаю что директ академия проводит вебинары каждый рабочий день в 12.00 как правило в 12.00 где скачать презентацию в разделе ресурсы для того чтобы зайти в раздел ресурсы надо нажать на кнопочку показать ресурсы она вот расположена сейчас я вам нарисую постараюсь нарисовать куда же это все исчезла так одну минутку так у нас тут небольшие трудности куда-то пропали инструменты ну ладно а вот так вот сейчас показываю вот примерно здесь находятся кнопочки такие верхний ряд кнопок одна из кнопок называется показать ресурсы в виде такой серой папочки нажимаете на нее и увидите ряд строчек вот три строчки с зелененькими значками слева это презентация нажимая на каждый из этих зеленых значков можете скачать эту презентацию себе вот и все ну а я с вами тоже прощаюсь прощаюсь до наших новых вебинаров приходите